Итак, здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать про самое последнее и самое трудное препятствие на гонке героев Эверест. Оно появилось на гонке в 2016 году и составило немало трудностей для участников, когда после 10 километров трассы ты уже ослаб, уставший, с изможденными руками и вдруг тебя встречает такая гора. Лично для меня это было какое-то невероятное зрелище и я думал, что невозможно после всего этого еще и залезть на эту гору. Вот моя попытка в июле 2016 года у вас на экранах. Я совершенно с обессилевшими руками с помощью Александра Лебезова, который был таким нашим двигателем команды, с помощью ребят троих, которые уже забрались на эту гору Эверест, просто поднимаюсь, там у меня все скользит, меня тянут как могут и просто падаю с последних сил. Это моя первая попытка Эвереста, наверное, самая сложная. Вот здесь Снежана Фирсова, тоже поднимается с помощью всей команды. Саня, Саня молодец, затащил всю команду и теперь мы затаскиваем все в десятером Саню. Он уже тоже обессилил, но борется, борется. Ну и с помощью нас в дом бы и один бы залез, наверное. Залез бы и один, наверное. Все, вот это 2016 год, первое восхождение на Эверест. И далее у нас следует год 2017, это июнь. Мы здесь бежали взводом, заняли, кстати, первое место в формате приключения. Я бежал без камеры, нас снимали с квадрокоптера. Вот он, соответственно, весь Эверест. Кто-то уже поднялся, здесь такой небольшой сумбур. Мой подъем на Эверест не войдет, но вот девочки, девочки тут лезут. Видно, что сверху их уже тянут ребята, которые забрались. Все в такой замедленной съемке. По сути, вон я там стою в красной маечке, с такими полосками красными. Вот инструкторы затягивают. Ну, сложность, она по сути не меняется. Перемещаемся в следующее видео. В июне 2018 года мы здесь также бежали взводом, тоже формат приключения. С друзьями бежали. Инструктор Ульяна хотела помочь ребятам, в итоге они ее столкнули. Здесь я уже бежал с камерой, сейчас она у меня в руках. Можно сказать, это второй, наверное, год, когда я сам залежаю на Эверест, который казался мне совершенно невозможным. И просто один его вид внушал в меня ужас. И какой-то благоговейный трепет. Я думаю, что забраться на Эверест самому могут только Чак Норрис, Брюс Ли, Жан-Клод Ван Дамм и все остальные братья. А вот, кстати, Андрюха Самухов. Мы с ним тоже жили в армии. Я знал, что он бегал год назад тоже в гонку в 2017 году и тоже сам залезал на Эверест. Поэтому я позвал его с нами. Вот видите, он в очередной раз проявил себя и залез сам на гонку на Эверест. Перемещаемся на три месяца вперед! Суперфинал 2018 года. Здесь последнее препятствие называется Олимп. Это немножко более высокая версия Эвереста. Отличие в том, что покрытие более жесткое и менее скользкое. Поэтому забраться на него хоть и выше, но несколько проще. Многи вообще не скользят. И второе отличие в том, что в конце нас ждет не веревочная лестница, как на Эвересте, а такая горка с водой, по типу которых делают в аквапарках. Так, ну а далее у нас следует 2019 год, апрель. Мы тоже бежим командой. Там Тимур Юсупов, Настя Фридман, Иван Гринев. Ну, я такой предпоследний участник в команде. Ну, с небольшой, с небольшой помощью Тимура залезаю на горку. В принципе, каждый раз уже уверенности становится больше, но все равно есть какие-то опасения, что вдруг там что-то соскользнет, вдруг канат какой-нибудь мокрый. Движемся в год 2020, это август. Бежал с камерой, камеру оставил там где-то в этих канавах бесконечных гонки героев. И вот моя первая попытка забежать на Эверест в 2020 году. Бегу как такой модный парень, по торсу, в одних шортах, ничего не боюсь. Вот моя первая-первая попытка. Далезаю до верха, цепляюсь обеими руками, упираюсь, делаю выход силой и залезаю на Эверест. Но мне этого оказалось мало. Я сделал вторую, третью, четвертую. И вот эта пятая попытка, спустя каждые где-то 2-3 минуты, но здесь уже силы меня стали оставлять. Это пятый мой забегание на Эверест. Может быть так правилами нельзя, но мне очень хотелось туда забегать и забегать и забегать. Показывать, что да, я могу это делать наконец-то и неоднократно. Но ребята, конечно, мне немножко помогли. Я что-то забуксовал там под конец. А это уже февраль 2020 года, зимняя гонка героев, чемпионат ПРО. И да, здесь тоже на финише нас ждет Эверест. Может быть менее грязный, но тем не менее скользкий и коварный. Вот моя попыточка, самая первая, она увенчивается успехом, аллилуйя. Теперь перемещаемся в год 2021. Снова Алабина и снова Эверест. Снова здорово. Последнее препятствие в масс-старте. Тенка, которая может остановить многих участников, которые до этого проходили все. Итак, разбег. Цепляемся за канат. Тянемся, тянемся, тянемся. Ну, по стандарту, главное иметь крепкий хват и захватиться вот за эту деревяшечку. Ну, а дальше уже дело техники. И бесконечная радость от преодоления этой горки. Вот она, фоточка. И также год 2021. Это недавние выходные в Туле. И что примечательно, Эверест доехал и до Тулы. Это не только Алабинское изобретение. Самое последнее препятствие. Снова здорово Эверест. Десконечная горочка. Это чемпионат ПРО. В первой попытке удается забежать более-менее. Камера к тому моменту уже села. И вот он финиш. Радости нет предела от того, что прошел все. Залез на Эверест. И теперь только осталось пересечь финишную черту. Ну, и в конце этого видео снова возвращаемся в Алабина. Июль 2021 года. Я уже к тому моменту добежал. И просто вышел снова к Эвересту, чтобы поснимать, как другие участники мучаются и пытаются. Вот обратите внимание на девочку, которая лезет по центральному канату. Это одно из самых эпичных, наверное, восхождение Эвереста, которое я только видел. Оно у нее заняло более минуты. И я уже думал, что, наверное, она просто сейчас отцепит руки и полетит вниз кубарем, как все остальные участники. Но она проявила невероятные какие-то бойцовские качества. Видите, парень рядом упал. Второй парень тоже, наверное, упадет. А она лезет упрямо, сильно, целенаправленно вверх. В общем, благодарю вас, ребятушки, за просмотр этого видео. Поставьте ему лайк. Напишите обязательно в комментариях, поднимаетесь ли на Эверест вы и как вам вообще дается это препятствие. Подписывайтесь на новые видео. И они будут выходить чаще благодаря вам и благодаря вашим просмотрам. Пока!